Здравствуй, Антон Николаевич. Слушаю. Применю. Завеление мне ваше поступило. Слышите меня, да? Да, слышал. Какое? По поводу событий, произошедших на проезд Лёдов-Шельсом в школе номер 45. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы можете ли я не пройти для дачи объяснения или не желаете? Заметели, я вам прямой вопрос задал. А вы заметили, в каком я состоянии был, когда мы в последний раз виделись? С вами? Да. Я, честно говоря, не помню, когда вы это видели. Когда меня на ВС задержали в отделе полиции номер 3, я был в обеденнике, лежал с отбитыми ребрами. Вы зашли в камеру и сказали, ну, видать, судьба такая. Не могу вообще прокомментировать эту ситуацию, не очень помню. Я помню, по-моему, мы с вами в суде, кажется, в последний раз виделись. В каком суде? На правсоюзе, ну, где заправочка инстанция Лукоева, еще там суд был. Вот точно, по-моему, там сами в последний раз виделись. Возможно, возможно. Еще Ирина была там, и еще женщина, забор ее. Ну, что, как у вас настроение-то в органах? Осознаете, что происходит? Ну, что, ситуация контролирована, что происходит. Вот. Сильно прекрасно видим, что сейчас происходит. Ну, вы осознаете, что скоро будет? А что скоро будет? Ну, то же, что и было до сих пор. А что было? Ну, различные правонарушения, прав и свобод. Ладно, не понимаю, о чем вы говорите. Да? Серьезно? Ладно, сейчас ситуация о том, что меня надо вас опрашивать по событиям в школе номер 45. А что там, о чем заявление, напомните? Вадим Николаевич, будьте добры, подпишите устав в городе Сургут. Вот Джердев предоставил мне якобы заверенную копию. Отказались. Стоит ваша ксерокопия. Ксерокопия вашей подписи. Будьте добры, распишитесь сами. Вадим Николаевич не захотел свой собственный документ, на основе которого он работает, подписать это собственноручно. Еще одно подтверждение, что в городе Сургут нет устава. Заверено належащим образом в Минюсте. Вадим Николаевич, а это ксерокопия. Можно сфотографироваться? А вы ко мне рукоприкладство применяете? Вы меня ограничиваете в свободу передвижения. Представьтесь, пожалуйста. Я журналист в СМИ. Антон Николаевич. Там сейчас, кереджимон. Я здесь. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. У вас препятствия незаконной деятельности журналиста. Я не препятствую. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Кто не препятствует нам? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Тогда не мешайте журналистской деятельности. Мне тоже не мешают. А что вы меня толкаете? Антон Николаевич, дайте сфотографируйте, вы мешаете? Я не мешаю. Кто сказал, что я мешаю? Ну вы лезете в кадр. Слушай, сними стороны, как меня ограждает. Это вообще жесть. Самое главное, для чего это нужно было, чтобы люди знали эту обратную связь, чтобы знали, что творится действительно на армии. А если я начну передвигаться, что произойдет? Начинай передвигаться по залу. Уже приехал в школу. Да. 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 Они начали ко мне физическую силу применять, отстранять меня от него. Представляешь идиот? А? Я его спрашиваю, это ваша роспись? Он взял и ушел, убежал. Ха-ха-ха-ха. Тебя уже боится? Да где все боятся. Не меня, а правды боятся. Я-то тут при чем? Правда, она для всех одна. А че там, о чем заявление, напомните? Ну там, где вы пишите, что Топчиев, вас толкнул еще какой-то человек, где вы являлись журналистом. Кто толкнул Топчиев? Да, вы указываете, что это Топчиев. А, да. А второе это кто? Они установлены в человек, пишите. Потом... Когда вы хотели подойти к главе города Сургута Шувалов, чтобы задать ему реакцию просьбов? Да, да, да. Я заметил его как журналист. Я заметил главного редактора СМИ Камчатский регион. Я заметил главного редактора СМИ Камчатский регион. Да, да, да. Совершенно верно. Вот по этому факту, ну, в принципе, у вас тут все изложено, все, в принципе, понятно. Поэтому единственное документирование требует еще в битейне сюда вложить вас. Но это ваше право, вы можете... А вы видео видели? Да, не знаю. Видео, если честно, нет, врать не буду. Ну так наберите в интернете, на ютубе, в шее города Сургут. Я не знаю, если наберу, просто да, мне надо в консервирование свободы насильные посмотреть. Вы, скажите мне, вы со мной пройдете или нет? Ну, у меня нет к вам доверия, в о чем вы говорите. Если бы я в отдел полиции номер три добровольно пришел, я уже ходил один раз. Вы помните прекрасно, чем это закончилось. В третий отдел полиции мне не надо приходить, я же не там работаю. Объезд. На Косоводску 42. Это что такое? Это у меня участковый пункт полиции. Да. Ну ладно, это ваше право, конечно, что я могу это сказать. Ладно, хорошо. Я могу, можем проще сделать. Вы мне присылайте список вопросов. Я на ваших же бланках, у меня есть ваши бланки. Угу. То есть я уже как-то... Тут все написано, по идее, тут у вас заявление есть. У вас же все равно по процедуре нужно объяснение здесь, правильно? Ну. Ну. Я могу вам пойти навстречу и дать вам объяснение, но они будут один в один то же самое, что написано в заявлении. Ну я понял, да. И что нам делать? Не больше, не больше. Хорошо, Антон Михайлович. Спасибо, что, как говорили, поговорили со мной. Так я всегда с удовольствием за диалог. Для того, с вашей стороны постоянно какие-то рукоприклассы идут, нарушения и так далее. Ну вот это мне не надо говорить, чтобы с моей стороны какой-то рукоприклассы постоянно было. Ну вот не надо, а вот рукоприклассы с вашей стороны было однозначно. Если вы помните, у нас даже видео на эту тему есть. Когда мы тогда заходили в этот отдел, помните, да? С вашими женщинами пришлось единственное поругаться. Конечно, я очень... Ну вот видите, было же рукоприклассы. Ну я не скажу, что это рукоприклассы. А что это? Вместо того, чтобы нормально поговорить... С первыми женщинами меня чуть-то не разорвали. Ну, помните, да? А такое рукоприклассы, как вы говорите, чтобы я вас там избивал, да вы, боже, упрости такого, чтобы было. Нет, я не говорю, что было избиение. Я говорю, что было рукоприклассы. Ну, рукоприклассы. Потому что, как говорится, мне деваться не было. Иначе меня бы разорвали бы там. Половина Громедюка ушла в одну бы сторону, половина Громедюка в другую бы сторону. Ну, так вот получается. Нет, раскиденный Громедюк нам не нужен. Мы вам желаем здоровья и благоразумия. Вот идея. Ладно. Ладно. Хорошо, у нас все поговорили с вами. Так а что думаете, дело это выгорит? Нет? Будет уголовное дело? В отношении кого? Ну, как кого? Того, кто превышал свои должностные, полномочия и применил рукоприклассов журналистов. Воскрепятство законной деятельности. Я в отношении сотрудников полиции, но некомпетенте для расслабления дела. Ну, понятно. А вот это неустановленное лицо... Я в отношении установленного лица хочу вот это предложить. Вот, вот. Который крутит главой города Сругут. Как хочет. Ещё раз. Который крутит Шванова? Крутит главой города Сругут. Может, там видно на видео, он его рукой это... Когда я к нему обращаюсь, он его рукой тягивает. То есть крутит им. Так, сейчас подождите. Я ещё раз раз уж позвонил просто за счёт субки. Посмотрю где. ВВВ и Ютуб, да? Вот это вот смотреть, да? На Ютубе шея города Сругут. Угу. Всё понял. Хорошо, ладно. Посмотрим. Там чётко видно, как он меня и толкает плечом, и руки прикладывает. Угу. Ну, адрес у вас указан тут. Конечно, и адрес указан. Да вон, просто набирайте в Ютубе шея города Сругут. Там есть какая-то... Ну, сразу такой вопрос. Это Камчатский регион. Это что у вас получается? Это средства массовой информации и информационные агентства Камчатский регион. Тут в компьютере, да? Что в компьютере? Страничка есть такая. Иииии... Или это там газета? Это информационное агентство, зарегистрированное на Камчатке. Угу. Ну, я думал, вы какую-то передачу по телевизору видели? Или... Взял я с заместителем главного редактора. Угу. Я просто хотел ознакомиться с вашим. Так что... Репертуаром. Репертуар в Самчатке регион набирайте в Ютубе тоже смотрите. Или Сругут на 2. Важно, в Самчатке регион довезу. Да, за всем будьте здоровы. Благодарство и вам не пора. До свидания. Поехали! Ура. «Автор» «Автор» «У Wat segue?» Это будет здоровы, tierные как и и подordка» «Об 다른 Субтитры создавал DimaTorzok